добрый день друзья добрый день и сегодня опять у нас новости за текущую неделю что нового произошло в инфодайвинге и какие у нас результаты и какие у нас вообще новинки переменные над чем мы трудимся в настоящее время и начну я сразу с прекрасной новости евразийская патентная организация и а по приняла наш первый патент к рассмотрению то есть нам уже прислали нашей заявки присвоен регистрационный номер к нам пришли бумаги и теперь мы имеем номер 1 патентной заявки и на нее мы можем ссылаться своих последующих патентов мы на самом деле очень ждали этого письма без него мы не могли отправить следующий патент и так случилось что в тот день когда мы полностью написали второй патент и отправили его уже в юридическую обработку только нажали на кнопочку отправить и в этот момент зазвонил домофон и почтальон принесла письмо с номером уже заявки на который мы можем ссылаться так что второй патент нас полностью готовится к отправке а мы просто работаем продолжаем продолжаем шаг за шагом друзья мы не останавливаемся и дальше из прекрасных новостей это то что люди начали пошло движение они начали подхватывать и помогать нам мало того что нам уже предлагают помощь в переводах книг нам уже присылают готовые переведенные наши ролики и нам конечно это невероятно приятно потому что но ожидать такого когда мы раньше бились старались что-то делали там чтобы людям было хорошо а теперь люди сами хотят чтобы им было хорошо и они с это на самом деле правильное движение это уже движение действительно открытое открытое искренне от сердца это то чего мы столько лет хотели это чего мы добивались и не могли добиться и теперь этот процесс пошел то есть люди сами переводят люди сами пишут люди люди сами снимают свои результаты все люди делают сами и мы этого хотели потому что если ты искренне благодарен другому человеку ты сделаешь этот шаг из действительно глубочайшие внутренней благодарности из искренности из открытости и не важно каким это будет шаг да но ты его сделаешь либо ты просто скажешь спасибо либо либо и это значит у человека есть результаты потому что если бы не было результатов если был бы самообман человек бы этим не занимался поверьте мне это вообще просто это так это уже движение сердец и это невероятно радует потому что этот процесс пошел еще на этой неделе был интересный случай и он выложен уже у нас на сайте на пуба и мы даже вдруг армию упоминали это фотографии псориаза у анечки вот у нас в новостях это прошло на этой неделе можно видеть по фотографии как уходит псориаз причем уходит он очень быстро но он уходит синхронно с изменениями в маме вот на самом деле это радует потому что с псориазом у нас было много заходов на псориаз очень тяжело с ним работать наступают временные улучшения ступают но тут получилось что мы как-то заметили механизм рождения в психике псориаза все-таки это раздражение да на самого себя подавление раздражения на самого себя то есть та же самая природа что и у аллергии но это и природы есть еще подоснова связанная с прошлыми все-таки жизнями человека из плос с прошлым накопленным опытом и это но на самом деле усугубление вот этих болевых симптомов а вот кстати насчет механизма более сразу вернусь помнишь на этой неделе у нас были очень крутые озарения сознания которые пошли в книгу инфо дайвинг глубина это вот момент когда до нас дошло что боль не служит осознанности то есть через боль человек не осознает ничего то есть когда смотришь вот так в жизни кажется вот именно боль которая формируется в болезнь толкает человека в то что он что-то осознает так вот нет боль не служит осознанности никак это разные процессы то есть в глубине стало понятно что это не связанные процессы чтобы было понятно о чем говорим вот представьте идет корова по дороге и вам надо чтобы она свернула с дороги либо направо либо налево что машина могла проехать что делает пастух он берет ей палочкой и лупит по заднице и корова испытывает боль после этого она чувствует боль ей хочется избавиться от боли если она не уйдет направо или налево то у нее будет рано ей будет еще больнее у нее будет болезнь и тогда корова сворачивает направо или налево но есть упертые коровы которые продолжают идти по центру дороги так вот боль служит изменению направления движения человека но при этом у коровы не наступает осознанность она же не осознает зачем она покидает дорогу и вообще глубоко плевать на эти автомобили которые стоят и пытаются ее пропустить вот точно так же и у человека боль служит человеку для того чтобы он изменил направление движения болезнь это когда очень много более человек направление движения не меняет он тупо упирается он тупо упирается давит себя грех я буду терпеть я буду подавлять себя и вот в итоге получается болезнь а осознанность это совсем другой механизм это про другой уровень сознания человека и вот эти моменты когда мы начали раскладывать это все будет в книге infodayin глубина мы были сами в шоке потому что оказывается для того чтобы уже иметь улучшение по болезни надо просто изменить направление движения человека это изменить направление его внимание это еще проще это все что касается болезни это даже не про осознанность поэтому и будут проводиться эксперименты разного рода с людьми когда человек не нужен осознанный нужен человек работящий вот но при этом он должен делать то что ему говорят делать а это как-то об автоматизме и боль служит автоматизму боль служит именно на формированию навыков инстинктов реакций которые вообще не осознаются то есть этот механизм не про развитие этот механизм про сохранение тела автоматическое сохранение тела это про наработку инстинктов на самом деле с точки зрения психики и психологии это очень важный момент наблюдения из глубин психики потому что все время боль относилась к не только к механизмам смены направления движения до защиты тела но боль относилась и к все-таки к вопросам осознанности нифига подобного это не так господа и мы это все расписываем и обосновываем уже в нашей следующей книге из новостей которые еще вышли на этой неделе это был анонсирован практикум для начинающий выход из автоматической жизни а вот это уже про осознанность это в чистом виде про осознанность потому что в осознанность можно выйти только осознанно не через боль представляете только осознанно и только когда ты осознаешь что ты и что жизнь вообще существует только здесь и сейчас больше ее нигде не существует у нас будет 26 июля в 20 часов вечера практикум для начинающих опять-таки все будем говорить очень простым языком половину лекция половину практика все как было на предыдущем практикуми кстати за предыдущий практику получили очень много благодарности у очень многих людей я не буду цитировать не выкладывала на сайт очень у многих людей просто открылись глаза на психику человека на то как человек реагирует как человек что делает потому что ну это была тема закрытая да она стала подсвеченная она стала реальная можно сказать у многих людей после практикума изменилась жизнь во всяком случае поменяла ракурс до благодарности мы получили а еще на этой неделе у нас был очень интересный диалог и мы его выложили в интернет тоже для того чтобы у вас была возможность прочитать и задуматься нам написала женщина она говорила что она очень увлеклась кинет кинезиотерапии и там был хороший преподаватель который давал очень грамотно знание и он действительно жил этой темой и ей очень нравилось и вот он скоропостижно умирает и у нее внутри вдруг резко возникает чувство вины потому что мысли о том что она ходит на кинезиотерапии только потому что он увлечен и ей интересно у него учиться другие преподаватели так на нее не влияли у нее вдруг вот чувство вины что может это ее мысли материализовались может это ее подсознание сформировала его такую скоропостижную смерть и так далее для того чтобы она не шла в эту в этом направлении не развивалась вот она так решила и вот смотрите на самом деле если взять моменты как формируется реальность очень часто человек вот он узнал о чем-то ой а может это я подумал а может это я был позвонил сказал и поэтому вот так сложились события а может и человек берет на себя вину да точно так же может рождаться обида точно так же может рождаться злость и так далее то есть человек как бы не участвовал в событиях но в то же самое время он присваивает чужой выбор результат чужого выбора себе типа это он это сделал по аналогичной схеме заметьтею присваиваются результаты работы точно точно так же вот человек там сидит о это я подумала а там этот поправился или это я сделал вот там и вдруг высветило солнце и погода поменялась и так далее то есть ты к этому не имела вроде как отношения на самом деле твоя психика имеет ко всему отношения да то есть парадокс все равно работает но вот этот вот момент присваивания какого-то события или действия себе его надо научиться замечать в жизни почему потому что очень часто вы присваиваем ерунду и мы ответили этой женщине хотите жить с иной берите вину на себя хотите жить в счастье дайте возможности этому человеку самому выбрать когда он хочет умереть а то есть это его был выбор не ел это выбор но вы выбираете в этом выборе человека вы в этой связке выбирайте будете вы счастливым жить или будете вы чувством вины жить и каждый раз вот в каждой точке improved каждом моменте здесь и сейчас выбирая мы все таки учим человека выбирать счастье выбирать вот эти моменты когда он действительно искренне хочет быть счастливым и живет в счастье можно себе присвоить вину злость обиду агрессию там гнев ярость жадность зависть может отказаться от всего этого оптом да но это все будут качели игры неосознаваемой игры а когда вы в точке здесь и сейчас это видите осознаете вы говорите это какие-то дурные игры до чужие а я поиграю в своем а своя игра это то что интересно мне здесь и сейчас интересно и кстати на эту тему по поводу здесь и сейчас интересно я все-таки не могу не упомянуть очень маленький инцидент который не описан у нас новостях на сайте но он был реально в моей жизни я подъехала к большому магазину торговому центру на машине и ко мне подбежала стайка детишек они предложили мне помыть лобовое стекло и фары ну за это чтобы я им дала денежку и когда это рассказываю наверняка есть люди там из стран особенно южных стран где скажут как это нормально дети бегают зарабатывают денежку так на туристах и на жителя но вы поймите мы живем в беларуси и для беларуси это нонсенс то есть в беларуси чтобы у тебя просили денежку на улице это вот ну до первого мента который просто сообщит родителям и дети пойдут на комиссию по делам несовершеннолетних у нас с этим все очень очень нормированно у нас нету этого на улицах у нас не валяются нищие на дороге да и нету детей которые пухнут с голоду но когда посмотрела на этих детишек меня очень сильно впечатлило они все были очень хорошо одеты очень досмотрены и среди них были дети особенно один парнишка выделялся сто процентов он вышел из семьи где тренируются лидерские программы папа с мамой проходят тренинги где они хотят быть лидерами миллионерами и так далее и они своего ребенка сказали иди учись зарабатывать деньги таким образом и ты будешь тоже миллионером я стояла и немножко опешила потому что попробую донести сейчас здесь вот эту вот вот этот момент он очень важный очень тонкая подмена то он подмена тончайшая дети работать вроде как труду приучаться должны это правильно это хорошо я тоже работала с детства где-то там полола свеклу своей тетушки где-то еще что-то но я помогала взрослым я искренне помогала своим папе и маме тете дяди и так далее это одна тема и там не стоял вопрос идеи заработать денег принеси на хлеб там стоял вопрос помощи взрослым либо вот мои дети когда росли я им позволяла тоже работать они работают с раннего возраста но они занимались любимым делом то есть вот средний сын последние это писал игрушки там с 12 лет он с гуглом вместе уже начинал сотрудничать через мою и по приходилось это пускать почему потому что ему это нравилось его перло от этого да и я все лишь помогала чтобы его перло в хорошем русле да смотрите когда вот эти детишки которые были их на самом деле очень сильно внутри ломала то что я и почувствовала их ломала и коробила они переступали через себя ради денег дайте копеечку а я при этом совершаю насилие над собой я обслужу вас я буду вашим рабом смотрите какие программы поднимаются человек который услуживает обслуживает готов быть рабом он никогда не будет успешным бизнесменом будет обслуживать он будет обслуживающим персоналом и вот эта подмена очень тонко а детишки таких классные детишки реально и особенно глаза одного мальчишки запомнились у человека может быть очень большое будущее и я потом их отвела в сторону и постаралась донести чтобы они меня услышали вот когда вы идете за любимым делом деньги гонятся за вами и объясните это вашим детям но когда вы детей посылаете за деньгами и они вынуждены ломать себя ради денег обслуживая кого-то у них никогда не будет денег деньги за потому что они будут уже ниже денег поставлены на уровень это тоже самое что с вещами вот есть момент такой когда мы так известный человек а у меня туфельки от гуччи да вот гуччи перед ним он за туфельками да я езжу на ламборгини ламборгини передо мной я за ламборгини как вы думаете эти туфельки это ламборгини долго прослужит она не прослужит потому что произошел дисбаланс и этот дисбаланс говорит ты самый важный персонаж в твоей реальности нету важнее персонажа в твоей реальности нежели ты для тебя и если ты из этой точки баланса выходишь ты выпадаешь в дисбаланс ты спрятался за автомобиль это не значит что не надо иметь дорогой автомобиль имей но автомобиль служит себе это не значит что нам не надо носить туфельки гуччи носи но они служат тебе до то есть ты их не перед собой ставишь и точно также и деньги ты ставишь не перед собой потому что как Как только ты их поставил перед собой, они разбегаются, они не знают, куда бежать, но их у тебя не будет. Но они будут у тебя при одном условии, когда ты ценишь себя и занимаешься любимым делом. И у тебя в голове, ну мне же надо ездить на хорошей машине, мне же надо иметь хорошие туфельки, и у тебя это просто есть. И тогда деньги вас догоняют. Вот на это обратите внимание в воспитании своих детей, потому что это важный вопрос. Я вот смотрела на этих детишек и думала, блин, у меня три сына, и ни один из них никогда бы не стоял возле магазина. Но при этом все они занимаются своим делом. И все занимаются любимым делом. Только любимым. Сразу акцент. Тебе это нравится или нет? Да, потому что это уже изначально ценность себя. Ценность себя, то, что дороже всего на свете. Ценность себя. На самом деле, когда вы ставите деньги перед собой, вы за ними. Они разбегутся. То есть вы служите деньгам, а не деньги служат вам. И еще интересное наблюдение, коль же мы пошли в философскую тему пока. У нас был интересный момент такой, когда мы выложили практику. Практика у нас называлась «7 дней из глубины». На самом деле, практика на то, чтобы вы научились держать свое внимание через воспоминания, счастья, здоровье и так далее. Это очень быстро продвигает вас на другой линию жизни, на другой сценарий. Особенно, вот смотрите, чем отличается инфодайинг и что мы патентуем, по сути дела. Дело в том, что нет другой психотехнической базы, которая бы убирала из подсознания человека деструктивные воспоминания, опыты, травмы и так далее. И при этом туда не загружала, не кодировала, не вкладывала ерунды. А дальше мы идем и включаем ресурс на самовосстановление. И дальше психика человека сама продолжает очищаться. Она начинает работать в здоровом русле. И таких вот запусков иногда приходится делать несколько. То есть ты имеешь затклое болото, ты очистил, оно чуть-чуть очистилось. И снова надо очистить. И снова иногда это в несколько этапов делается. Но самое главное, главный момент, дорогу осиливает идущий. Надо, чтобы человек точно так же двигался и старался очистить. Чтобы он осознанно начинал замечать свои реакции, осознанно делал практики, осознанно держал внимание на тех моментах, на которых мы акцентируем. У каждого человека там есть свои скелеты в шкафу, да. И мы человеку лично проговариваем его скелеты, куда надо изменить направление движения. Человек меняет направление движения, и у него получается результат. Иногда бывает так, что действительно тяжело в данном физическом теле что-то изменить, потому что психика стремится на перезагрузку на новое тело. Это тоже очень важные связанные моменты. И мы человеку помогаем, просто практически сопровождаем, выталкивая его все-таки в жизнь, в эту жизнь, в текущую жизнь. Такое тоже у нас есть. Но при этом мы человеку в подсознании не закладываем никаких программ. То есть максимум, что мы можем проконстатировать, зафиксировать факт того, что у него сейчас есть. Ты уже счастлив, ты уже здоров, ты уже там стремишься на выход из заболевания. Но это констатация такая, которая не делает за человека выбор. Мы всего лишь подгружаем чуть-чуть света туда, подсвечиваем. Почему делаем так, а не иначе? Потому что, хотя при этом загрузить человека нашими программами мы можем легко, да? Но это значит наплевать свой колодец. Потому что в таком случае мы загрузим себя. Мы же в это время смотримся в человека как в зеркало. И мы, если начнем человеку закладывать какие-то программы, которые деструктивны для нас, да? Мы эти программы проживем потом сами в своей жизни. Так работает инфодайинг. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. И поэтому мы делаем максимум для того, чтобы убрать деструктив и дальше дать свободу. И дальше человек двигается сам. Поэтому нам очень важно движение навстречу. Вот смотрите, выкладываем мы практику 7 дней с глубины. И я на самом деле на некоторое время была в тупике. Потому что там даже под видео есть переписки, когда вместо того, чтобы просто тупо сесть и сделать, люди начинают забалтывать, оправдывать деньгами, еще чем-то, какие-то претензии предъявлять, писать чушь. По сути дела писать чушь от ума, вместо того, чтобы взять и сделать. И вот это, конечно, иногда ставит ступор. И понимаешь, что здесь даже боль не поможет. Это на самом деле говорит больше о том, что человек, который пишет и в перепалке, вот действительно пустота, да, пустоту молотит. Молотит пустоту. Потому что его сейчас вообще нету. Он не осознает вообще момента здесь и сейчас. Его просто здесь нету этого человека. Он где угодно, поэтому он и молотит эту пустоту, потому что он сам пустота. Нет за что зацепиться. Все-таки внутри у себя надо находить суть, а суть всегда в действиях. И если вы хотите что-то изменить, берите и меняйте. Вот это хочу. Хочу и делать. Встань и иди. Встань и иди. Ну вот команда встань и иди в психике на глубине, она звучит постоянно. Если вот вам посчастливится, как и нам, погрузиться в глубины своей психики, и вы войдете вот в эту теневую часть очень глубоко, то единственная фраза, которая будет вас сопровождать длительное время, это встань и иди. Встань и иди. Это ключевая фраза, которая звучит, по сути дела, постоянно, потому что она обеспечивает действие физического тела, именно движение. А дальше уже к физическому телу добавляется разум, программа ума, эмоции, чувства, знания и так далее. Это уже навесное оборудование. Итак, следующая наша новость. Это прислала бабушка Владика нам письмо. Во-первых, она сама вышла из онкологии после консультации у нас. А во-вторых, у Владика ушел энурез. И сегодня она прислала, там я разместила ее благодарности за семью, за маму, за Владика, за семью сына. И за сестру, за свою благодарность, что у нее удаление обеих грудей, была тоже онкология. И тоже она здорова и жива, и выходит, и она просто плакала о счастье, потому что вот на самом деле здесь работа была... Мы, кстати, не знали, что это все члены одной семьи. То есть один заказал консультацию, через какое-то время второй... А может быть, в этом и плюс, между прочим. Ну да, мы не знали, что это одна семья. А потом вот, когда начали читать, и приходят, и на самом деле, вот приходят такие письма, и ты понимаешь, а сколько людей ходят в этом мире, которые были у нас на консультациях, у которых изменилась жизнь, и о которых мы ничего не знаем. То есть они потом уже ушли в счастливую жизнь, и даже не написали. И в принципе, в принципе, так тоже хорошо. То есть они счастливы и супер. А еще добавлю вот к этому. Вот смотрите, благодарна, да, написала благодарность. А на самом деле человек, когда искренне благодарит, он же благодарит кого? Самого себя, потому что он осознает в тех людях, с кем он общается, он осознает. Это же отражение. И смотрите, он благодарит, он же искренен в этот момент. И это и есть... Вот это искра чистое. Чистое. Это чистое зеркало, это чистое стекло, получается. Это и есть Бог. Когда человек благодарит, мы очень часто забываем благодарить. Да, вот бывает же, просто прислушайтесь. Бывает, какие-то мы действия делаем, да, что-то нам сделали, и нам приятно, да. Им у нас такое приятно. Но мы забываем, потом пройдет время, ой, я не поблагодарил. Вот оно. А именно в тот момент благодарность, осознанная, чистая благодарность, искренняя. Вот это то, что на самом деле очищает наши зеркала, очищает наши стекла. Наше ясновидение. Ясновидение, да. Очищает. Ясновидение – это когда мы ясно видим в отражающем нас мире себя. Себя. Именно себя. И тогда мы видим, где и как мы. Это так красиво, да? И это такое счастье. А еще у нас на этой неделе в чате мам. Мамы делились там очередными успехами. И мама Глеба написала о том, что она ездила с Глебом в Лиду из Витебска на аппаратные методики и занятия с логопеидом, нейропсихологом и так далее. И кроме денежных трат времени, эффекта не увидела. Была только имитация бурной деятельности. Бурной деятельности с ребенком, типа он развивается. И помог ей инфодайвинг. И действительно, вот сейчас мама врач на самом деле. Кстати, мне очень радует, когда врачи, еще белорусские врачи, когда у них меняются взгляды на жизнь. Это невероятно. Простой пример. Приходит пациент на прием. Приходит сразу с желанием отхлебнуть чашечку крови. Я смотрю, слушаю, идентифицирую, все понимаю и отпускаю. И в зеркале наблюдаю себя сегодняшнюю. Посмотрите, вот даже слова, как мама пишет. Я когда прочитала, у меня невероятное счастье было за маму. Потому что отхлебнуть чашечку крови, на самом деле, это про маму. Да. Это же ясно. А мама научилась, изменилась, и Глеб пошел в развитие. И Глеб очень быстро пошел в развитие. На самом деле, нам больно приходилось делать маме, чтобы она немножко переменилась. И хорошо так больно делать. И хорошо так больно делать, да. Вот это, кстати, та боль, которая перенаправляет. Да. И в какой-то момент, это знаете, как вот, ну, не в обиду сказано, но просто, это вот как жучка, опустите, вот тык, он пошел туда, тык, 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 а тебе надо в эту луночку, чтобы он зашел. И он заходит в эту луночку, а там счастье. А там счастье. И поменялось. И мы как этого жучка в попочку. Да, да. Но на самом деле, классно, когда вот еще здесь, этому жучку говоришь, слышишь, ты человек, ты бог, ты вон, посмотри, там лунка, иди туда. Не, 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 это не обо мне говорит. Не, ну есть те, которые ходят, есть, которые пишут. Естественно, да. А вот это уже про осознанность. Это когда человек сам, и потом он видит, как туда дойти, и сам приходит туда. Это тогда, когда человек искренне хочет услышать, действительно услышать себя, изменить свою жизнь. Не ждет от кого-то, или там от нас. Сделайте за меня. Сделайте за меня, это ты получишь вот этот тык за меня. И при этом благодарен нам. Благодарен, да. А в итоге благодарен себе. Да. Потому что мы все общаемся сами с собой. Общаясь сейчас с вами, мы опять-таки общаемся сами с собой. Мы общаемся за своими зеркалами. Так вот, Глеб делает огромные успехи в развитии без логопедов и всех методик, как будто взрыв произошел по всем направлениям. Все недоумевают, спрашивают о комбинации препаратов. Как психику можно лечить препаратами? Меня до сих пор в шок вводят, когда говорят, я психику вылечу питанием, гомеопатией, медицинским препаратом, еще чем-то. Голову свою сперва подлечи. А на самом деле вообще невозможно психику. Невозможно. Ее только можно остановить, придержать или даже погубить. Либо сделать удобным ребенка. Удобным, да. То есть посадить его в угол, чтобы он сидел там травоядное такое и жевал бамбук. То есть, знаешь, как не психику, а затормозить реакции тела физического. Вот так вот, я бы так сказать. Свести на уровень совсем вот такой. На уровень пультом управления. Да, замерзшая амеба. Вот здесь, да, а больше в психике метпрепараты это вообще ни о чем. Это действительно так. Это действительно так. Мама пишет, но я знаю, это я из ауто выхожу. Супер ощущение. Мама молодец. Ради этого стоит жить в зайчатовце. Да, кстати, заметила, что наш чат, мам, очень часто называет себя зайчатовцей. Прикольно. Но вообще чат, ну, реально поддерживающий и помогающий работать. И заряжающий позитивом. Кому тяжело держать счастье, тому в этом чате будет комфортно. Человек приходит и читает, и видит, и чувствует. И если человек заваливается, то мамы тут же очень быстро показывают, на чем ты заваливаешься во вторичную выгоду. И еще следующая новость. У нас продолжают работать наши клубы Лове, Зарение и Душа в иллюминаторе. И вы можете подключаться к ним и работать. А также работает Евгений Волков. Вы можете находить его и тоже подключаться для работы. Еще, кстати, по поводу платформы работы. У нас на платформе была одна проблема. Мы не могли консультации учеников поставить бесплатно. То есть, там надо было функционал прописать внутри, под основу. То есть, хоть доллар, но надо было, чтобы проходил. Так вот, это были уже сразу донаты. На сегодняшний день эта опция реализована. И можно заказывать консультации у учеников по нулевой стоимости. Можно заказывать консультации стажеров. Можно заказывать наши консультации. Но, ребят, мы сразу, вот еще раз делаем акцент. И опять-таки, в разделе консультации там изменится информация. Она есть, но мы просто на ней сделаем акцент. Добавим. Работу с детьми ведем только я и Ирина на сегодняшний день. И плюс работа с детьми будет в разделе психология. Там будут профессиональные психологи работать, лицензированные, в зависимости от страны. И если это раздел психологии, то это не про инфодайинг. Если раздел эзотерика, это не про инфодайинг. А у инфодайверов с детьми работаем только мы с Ириной. Почему мы делаем акцент? Потому что есть законодательство. И согласно законодательству, для того, чтобы работать с детьми, надо иметь как минимум образование. Когда мы говорим, что мы работаем с детьми, мы тоже работаем с родителями, но при этом мы зачистку делаем и у детей. Поэтому вот эта часть, консультацию можно заказать. Если консультация на ребенка, то только у нас с Ириной. Если консультация на взрослого, вы можете пользоваться услугами инфодайверов, стажеров, учеников. В дальнейшем точно так же инфодайверы будут работать и с детьми тоже, но при этом у них должен будет быть диплом. То есть то, что мы тоже ходили получать для того, чтобы работать абсолютно правильно. То есть у нас сейчас на платформе много возможностей. И они сейчас потихоньку дописываются, дорабатываются. Если где-то есть глюки, нам сразу пишут, и это все устраняется, идет отладка. И на сегодняшний день можно заказывать и бесплатные консультации. Итак, еще у нас есть одна новость совсем недавно прошла. Это по Еве. У нас Ева пошла тоже активно в развитии. Мама очень интересную тему заметила. Что когда мы работаем с Евой, у Евы идет толчок в развитии. Он длится какое-то время, потом Ева как бы притормаживает. Потом опять мама заказывает консультацию, опять толчок, потом снова притормаживает. И вот мама написала, какие чудеса творятся с Евой после консультации. И сказала, что она хочет опять следующую консультацию, потому что ей очень нравятся эти толчки, когда выталкиваешь. Но это тоже на сайте вряд ли будет, потому что таких новостей, когда такое пишут, их много. Это вот просто я читала прямо здесь и сейчас, перед тем, как это все говорить. Кроме того, у нас на этой неделе вышла очередная друкарня инфодайвинга. И про параллели, и про терминологию, и про ответственность. И вы можете друкарню посмотреть на нашем канале. На самом деле, вот все, что касается друкарни, это про наши книги. И мы даем полные ответы по нашим книгам. И уже наши ответы из глубины идут. Да, ответы идут из глубины, действительно. И если вам действительно интересен инфодайвинг, и если вам действительно интересно то, чем мы занимаемся, то можно начинать и нужно начинать с книг. Вы читаете, и вы понимаете, о чем идет речь. Потому что очень часто представление людей о инфодайвинге сводится к каким-то эзотерическим концепциям, которых очень много в голове у человека. И иногда люди даже не могут сформулировать, выделить суть, сформулировать основную мысль в силу того, что этих концепций в голове очень много. И они боятся зацепиться за одну концепцию, или за вторую, или за третью. То есть хотят быть хорошими по-любому. И ты, когда смотришь на такие письма, когда тебе присылают, понимаешь, человек не является самим собой. И концепций слишком много. Если вы возьмете инфодайвинг, то в инфодайвинге есть одна концепция, чтобы вы стали искренним и открытым по отношению к самому себе. Все остальное не имеет значения. Когда вы искренне открыты, вы будете... К самому себе. К самому себе. Добавляю. Вы будете формировать счастье, вы будете искать счастье, вы будете проявляться, вы будете реализовываться, и вы будете делать все то, что априори является здравым, здравомыслящим, здраво живущим. И при этом вы не будете себя ограничивать, типа, вот это хорошо, это плохо, это здраво или нездраво. Вы просто будете жить своим интересом. Кстати, на эту тему мне очень импонирует высказывание Безоса, который говорил, что он всегда все пробовал, он никогда не рассуждал, он просто брал и делал все то, что ему интересно. И это на самом деле правильный подход, у нас точно такой же подход к жизни. Встань, иди и делай. Встань, иди, да.